от пациента головные боли в затылке преимущественно давление тошнота рвота последние две недели лекарственные препараты уже не обезболивают по результатам мрт выдали заключение в котором отражают мр картина очаговых изменений головного мозга сосудистого генеза наружная заместительная гидроцефалия аномалия киарий 1 2 степени арахноидальные изменения ликварокистозного характера признаки структурных изменений сосудистых сплетений боковых желудочков более соответствует гиперплазии в задних рогах обоих боковых желудочков интравентрикулярно определяются симметричные объемные шаровидные образования в области эпифизы визуализируются единичные тонкостенные кисты утолщение слизистой оболочки лобных левый верхний челюстный пазух клеток решетчатых лабиринтов консультативное заключение по представленным мр томограммам пациента 38 милет дата исследования 21 декабря 2022 года область исследования головной мозг сканирование в корональной плоскости не представлено что затруднило трактовку результатов исследования срединные структуры головного мозга не смещены боковые желудочки симметричны до 12 миллиметров третий желудочек 4 миллиметра четвертый желудочек интактен обращают на себя внимание кисты сосудистых сплетений боковых желудочков справа размером 16 на 13 миллиметров слева 18 на 13 миллиметров индекс эванса 0,33 цистерны основания мозга прослеживаются не деформированы область турецкого седла не изменена гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен хиазмальная область без особенностей мостом из жичковые углы свободны сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон умеренно расширены субкортикально пара и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются единичные гиперинтенсивные на т2 флеер очаги размерами до 3-4 миллиметров без перифокального отека более вероятно дисциркуляторного характера ствол мозга без особенностей мозжечок симметричной однородной структуры с ереброспинальный переход без особенностей миндалины мозжечка в затылочное отверстие не пролобируют около носовые пазухи в зоне сканирования отек слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта левой гайморовой пазухи премер ангиографии артерий головного мозга передние мозговые средние мозговые задние мозговые артерии внутренние сонные артерии позвоночные артерии справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности мр-сигнала основная артерия расположена срединно задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон аневризм артерия венозных мальформаций признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено обращают на себя внимание кости свода черепа они диффузно утолщены до 6 7 мм заключение мр-картина смешанной гидроцефалии единичных очагов глиоза вещества головного мозга гиперостоза костей черепа кист сосудистых сплетений боковых желудочков полисинусита 21 декабрь 2022 год доцент кафедры к м н котов м а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными комментарий врача рентгенолога при исследовании головного мозга его обычно снимают в трех проекциях у вас почему-то только в двух это хоть и плохо но не критично на мой взгляд убедительных данных за наличие аномалии арнольди киари нет если очень очень придираться то можно увидеть эктопию миндалин мозжечка но по факту все там нормально есть диффузное утолщение костей черепа которая может вызывать головные боли для уточнения этого момента имеет смысл сделать кт головы в остальном ничего страшного нет очагов в головном мозге мало и они мелкие какого-то особого значения у них нет как и у кист сосудистых сплетений боковых желудочков проявление воспаления в пазухах также не критичны но клор врачу имеет смысл сходить